Здравствуйте, друзья! Сегодня, когда русофобия во всем мире становится практически нормой на фоне жутких и чудовищных преступлений России, я вам расскажу об одном русофобе, который видел Россию еще тогда, когда не было мобильных телефонов и видел насквозь, как доктор. Я вам расскажу о Чехове. Назвать его также можно добрым русофобом, потому что он просто ставил диагноз. И вот, что же он ставил диагноз. Он говорил о России, как громадное равнение, по которой носится страшный человек. Если вы почитаете его произведение, вы увидите, что там противопоставление ненормальной России, противопоставляется, как ни странно, Украине. И, точнее, не странно, что противопоставляется Украине. И у него, как у небольшого количества российских авторов, есть достаточно четкое противопоставление российского, так сказать, стиля жизни и украинского. Я даже не буду говорить об этносах. Это все. И о национальностях у него это как бы мировоззренчески. Таким образом, я вам просто поцитирую сегодня несколько его вещей, чтобы вы поняли, насколько глубокий, проницательный человек, который видел Россию насквозь. А еще в те времена, когда, еще раз подчеркиваю, не было ни интернета, ни мобильных телефонов, работа его называется, ну, например, «Человек в футляре». Известная работа. Короче, описывает он такого чиновничка в образовательной сфере, которую все еще старается запретить. Ну, вот как недавно патриарх московский опять что-то там хоть хочет запретить, другие запретители все позапрещать, вот как Российская Государственная Дума. И вот такой человек в футляре. И вот этот человек в футляре все там запрещает, запрещает, все ему не так и так далее. И потом, соответственно, собирается жениться на украинке. А она свободолюбивая. И представьте себе дальше. Не буду рассказывать, буду цитировать. Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко Михаила Савича из Хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, с муглой, с ароматными руками. И по лицу видно, что говорит басом. И в самом деле голос, как из бочки, бу-бу. А она уже не молодая, лет 30. Тогда это было так. Не молодая, лет 30. Ну, Бальзака, по-моему, старуха была лет 40. Но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом ха-ха-ха. Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно-скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности. Вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены. Ходит под боченьясь, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством виють витры, потом еще романсы, еще и всех нас очаровало, всех даже Беликова, ну, этого чиновника. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадичском уезде, это на Полтавщине, у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там дикие груши. Такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими. Такой вкусный, такой вкусный, что просто ужас. Тревога, отменили уже тревогу, сбили все шахеды. «Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль. А хорошо бы их поженить», – тихо сказала мне директорша. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена. Идет Коваленко по улице, высокий, здоровый, верзила. В вышитой сорочке чуб из-под фуражки падает на лоб. В одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами. «Да ты же, Михайлык, этого не читал», – спорит она громко. «Я же тебе говорю, клянусь, что не читал ты это вовсе». Все и товарищи, и дамы стали уверять Беликова, то есть этого чинуша, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости. Вроде-то воде, что брак есть шаг серьезный. К тому же Варенька была не дурна собой. Интересно, она была дочь статского советника, имела хутор. А главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково-сердечно. Голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. «Не понимаю», – говорил он нам, пожимая плечами, «не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу». Эх, господа, как вы можете тут жить в России? «Атмосфера у вас удушающая, поганая. Вы чинодралы, не храм науки у вас. У вас кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим иудой, нехай вин лопны». Или он хохотал, значит, этот Коваленко, до слез, то басом, то тонким писклянным голосом и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у мене тут ссыдить? Шо ему надо? Ссыдить и смотреть». Он даже дал название Беликову «Глытай, а бош паук». «Глытай, но это как обжора». И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его, Варенька, собирается за обошь паука. Идем, и вдруг можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная. А мы, кричит она, вперед едем, уже ж такая хорошая погода, что просто ужас. И скрылись оба. Мой Беликов, этот чиновник, из зеленого стал белым и точно оцепенел, остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что же это такое? Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?» «Что ж тут неприличного?» – сказал я. «И пусть катаются себе на здоровье». «Да как же можно?» – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» «И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно...» И так далее. А, короче, пришел он к этому, к ее мужу. Кто не читал это? Я как бы излагаю. Не к мужу, к брату. Излагаю. И вот как он говорит. «Я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас, этому хохлу Коваленко. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества?» «Почему же?» – спросил Коваленко Басом. Да, короче, как квадроберы, да? Сейчас квадроберы. Большая проблема в России. «Да разве тут надо еще объяснять? Разве это непонятно? Если учитель едет на велосипеде, что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах. И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся. Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно. Что же, собственно, вам угодно? Мне угодно только одно – предостеречь вас. Вы человек молодой, у вас впереди будущее. Надо вести себя очень-очень осторожно. Вы ходите в вышитой, вы же манкируете. Ну, манкируете – это старое слово. Вы ходите в вышитой сорочке постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь вот еще велосипед. В сорочке и с книгами. И на велосипеде. И, короче, скоро узнает директор, что же хорошего. Что я и сестра катаемся на велосипеде. Никому нет до этого дела, сказал Коваленко и побагровел. А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, от того я пошлю к собакам. Беликов побледнел и встал. Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать, сказал он. И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов. Можете говорить, что вам угодно, сказал этот Беликов, выходя из передней улицы на площадку лестницы. Я должен только предупредить вас. Быть может, нас слышал кто-нибудь. И чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, Я должен буду доложить господину директору содержания нашего разговора в главных чертах. Я обязан это сделать. Доложить. А этот говорит, доложить, ступай, докладывай. Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул. И Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно. Встал и потрогал себя за нос. Царил целые очки. Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели. И для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею и обе ноги, чем стать пошмешищем. Ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора. Ах, как бы чего ни вышло, нарисует новую карикатуру. И кончится все это тем, что приказуют подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его. И, глядя на его смешное лицо, помятое пальто калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Ха-ха-ха. И этим раскатистым, заливчатым ха-ха-ха завершилось все. И святовство, и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал. Через месяц Беликов умер. Хранили мы его все. То есть, теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое. Точно, он был рад, что, наконец, его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала. И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с замкнутами. Варенька тоже была на похоронах, и когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут. Среднего же настроения у них не бывает. Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. Чувство, похожего на то, которое мы испытывали давным-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода, даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Не правда ли? Ну, короче, про этого Беликова. Человек в футляре, да? Когда, ну, то есть не свободный. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 9 часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определенно. Запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо. Оно, конечно, так-то, все это прекрасно, да как бы чего не вышло, и ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны. Ну и кто-то там говорит, наверное, голосом сового Чехова в конце этого рассказа. Сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена нет, жить так невозможно. Есть еще тоже хорошие вещи, ну вообще у него много таких историй с хохлами у Чехова. Есть такая хорошая степень, вот такая тоже автобиографическая явно история. Короче, он пишет о том, как приходит какой-то очень радостный, значит, украинец, с очень радостной физиономией, заходит, а потом на это реагирует, ну все на него посмотрели, что он явно счастливый такой, вот. Ну вот, а потом, соответственно, реагирует общественность российская. Вот как он пишет. Огонь или так мелькнул, или от того, что всем хотелось разглядеть, прежде всего, лицо этого человека, но только странно так вышло, что все при первом взгляде на него увидели, прежде всего, не лицо, не одежду, а улыбку. Это была добрая улыбка, необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, оказался человеком лет 30, некрасивым собой и ничем не замечательным. Это был высокий хохол, длинноносый, длиннорукий, длинноногий. Вообще все у него казалось длинными, только одна шея была коротка, что делало его сутуловатым. Одет он был в чистую белую рубаху с шитым воротом, в белые шаровары и новые сапоги. В сравнении с подводчиками казался щеголем. В руках он держал что-то большое белое, на первый взгляд странное, а из-за его плеча выглядывало дуло ружья, тоже длинное. Ну, короче, он охотиться пошел. Попав из потямок в световой круг, он остановился как вкопанный и с полминуты глядел на подводчиков, так, как будто хотел сказать, поглядите, какая у меня улыбка. Потом он шагнул к костру, улыбнулся еще светлее и сказал, хлеб да соль, братцы. Ну, короче, женился он и ходил по степи счастливый. Прощайте, братцы, крикнул он, когда обустроился. Спасибо вам за хлеб, соль. И скоро он исчез во мгле, и долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонек, чтобы поведать чужим людям о своем счастье. И смотря на это, Кирюха отреагировал, какой-то россиянин Кирюха. «Наша матушка Россия всему свету!» Голова! Запел вдруг диким голосом Кирюха, поперхнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатилась сама глупость. И что он еще писал? Вот еще произведение «Крыжовник» называется. «Перемена жизни к лучшему развивает в русском человеке самомнение, самое наглое». Николай Иванович, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном точно министр. «Образование необходимо для народа». Ну, короче, рассказывает о российской литературе. Говорит, что он ее не любит, не читает российской литературе. Литературу Чехов, сам писатель российский. Говорит, «Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особого расположения. Исключая двух-трех стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным, нельзя искренне похвалить его без но». То же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел последние года. Ни одной замечательной и не обойдешься без но. Как он говорит? «Умно, благородно, но не талантливо». «Талантливо, благородно, но не умно». Или, наконец, «Талантливо, умно, но не благородно». Я не скажу, чтобы флоренцузские книжки были и талантливые, и умные, и благородные, но они, и они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них редкость найти главный элемент творчества, и в них нередкость найти главный элемент творчества, чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Умышленность, осторожность себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, и нет, и творчества. Ну, короче, свободы нет в России. Чей для Чехова. Страдал он сильно. Конечно, все это описывал. Пытался помочь, как мог, и, что называется, сгорел на работе. А россияне его заморозили в... Когда он помер в этот... Вагон с устрицами. Но об этом я уже, наверное, читатели знают. Поэтому, друзья, ставим лайк, подписываемся. Иногда, скажем так, новинки, литературные и вообще любые, они должны отлежаться хотя бы лет 100 или 200, чтобы их стоило хотя бы к ним их почитать, чтобы было понятно, что они чего-то стоят. Таким образом, друзья, ставим лайк, подписываемся, но самое главное, помогаем украинской армии. Она сейчас останавливает коричневую чуму. счет я оставляю внизу для бойцов на Покровском направлении. Они уже не только обороняются, но и контратакуют. С Богом, друзья, до перемоги.